Я слышал такой звук на смартфонах за 35 долларов. Точно такой же, так что его нужно отключать. Всем привет, вы на канале Smart+. Вот и закончились новогодние праздники, ну почти закончились. И почта стала работать быстрее. И пошли посылочки, одна за одной. В общем, вот эта посылочка пришла мне ускоренной почтой из магазина Banggood. И тут у нас телефончик Oukitel K6. Вот такая вот посылочка. Ну и давайте бегом вскрывать, потому что очень не терпится узнать. В общем, запакована она очень хорошо. Как я вижу, она не вскрывалась. Это тоже хорошо, мне нравится получать посылку в таких пакетах. Ну и вот такая у нас упаковочка из Banggood. Мне, в принципе, нравится, потому что здесь пупырка. Ему было мягко и, в принципе, надежно. Смотрите, коробка даже, ну, немножко вот в углу примята. А так, в принципе, она в хорошем состоянии. И это радует, конечно же. В общем, почему я заказал этот телефон? Он очень интересный. Это производитель второго или даже третьего эшелона. Но все-таки сейчас начали китайцы делать очень достойные аппараты. С хорошими характеристиками и за нормальную цену. Что вам сказать? Этот телефон для людей, которые любят автономность. И вот нас встречает огромный, тяжелый кирпидон, скажем даже так. В общем, вес у него внушающий. Это свыше 200 грамм. Но тут и батарейка-то у нас тоже внушающая. 6300 миллиампер. Если я не ошибаюсь. Более детально посмотрим. Итак, смотрите. Сразу он пришел уже в чехле. То есть защитный чехол на нем. Он еще стал толще. Но такой, я вам скажу, кирпич. Если вы ночью будете ходить, им легко можно защитить себя. Так что берите даже ради этого. Ну, это, конечно, шутка. И давайте к делу. Снимем этот чехол. И посмотрим, как он выглядит. Вот. Смотрите. То, что я вижу. Я не знаю, передает ли камера. Я посмотрел. Вроде бы более-менее видно. Очень красивый цвет. Вот почему я заказал именно синюю версию. Потому что черные, они очень похожи. И все одинаковые, можно сказать. Задняя крышка, если черная. Она будет не такая узнаваемая. Тут же веселый, красивый цвет. Смотрите, как он переливается. И это у нас еще пленочки. Так, давайте пока что включим телефон. Вот, запускается. Пусть запускается. Мы посмотрим, что в комплекте. Вот так. В таком виде мы его получаем. Так, тут у нас скрепка. Понятно. Что это такое? Кабель. Да. И не один кабель, а тут у нас целых три. Смотрите. Кабель. USB. Type-C. Очень хорошо, что уже начали Type-C. Потому что, ну сколько же можно обычной USB ставить? Micro-USB. Так, ну, а вот это мне уже не очень нравится. Потому что лишают поголовно телефоны 3.5 джеков. Это переходик на наушники. Отложим его в сторону. И такой приятный бонус для флешек, мышек, клавиатур. Это OTG кабель. Хорошо. Пригодится. Спасибо. Так. Уже мне нравится, что есть такие маленькие бонусы. Так. Блок зарядки. Да? Да. Давайте посмотрим на блок зарядки. Так. Что написано? Читаю. Написано 5 вольт 3 ампера. В общем, быстрая зарядка у этого телефона есть. И это неудивительно. Потому что нужно заряжать быстрее. Так. И это в сторонку. Должно что-то быть еще. Документы, да? Макулатурка. Так. Ага. Гарантийный талон. Не заполненный, конечно же. И, само собой, маленькое руководство пользователя. Тут, наверное, даже и русский тоже есть. Это нам не так интересно. Давайте к делу. Ну что же. Произвел я первую стандартную настроечку. И вот такое у нас меню. Лаунчер какой-то у них свой. Но Android 7.1.1. Достаточно свежий, нормальный. Я думаю, будут обновления. И никаких проблем не будет. Итак. Что у нас? 64 гигабайта памяти. И 6 памяти оперативной. 6 гигабайт. Экран у нас тут 6 дюймов. Full HD+. Ну и мультитач тут на 5 касаний. Экранчик у нас, конечно же, IPS OGS. То есть, воздушной прослойки нет. Это хорошо и это неудивительно. В принципе, я вам скажу, что телефон не очень такой и дешевый. Тут у нас 2.5D стекло скругления. И давайте же сразу снимем пленочку. И посмотрим, что там у нас под низом. Так. А у нас тут есть еще одна защитная пленка. Да. С одной стороны это хорошо. А с другой стороны, когда клеит производитель еще одну защитную пленку, то скорее всего олеофобного покрытия под ней нет. Ну, я могу ошибаться. Может и есть. Просто там не очень сильно выражено. Но все-таки это хорошо, что есть защита. Потому что большинство людей все-таки клеят стекла, чтобы не бить свои экраны. Так. Экранчик мне нравится, например. Потому что... Так. Это у нас полная яркость. А давайте посмотрим минимальную яркость. Как по мне, она немножко завышена. Хотелось бы ниже. Вот если брать телефон на Xiaomi, то у них там почти вообще ничего не видно. И в полной темноте глаза резать не будет лишний свет. А тут я смотрю, что он немножко выше, чем хотелось бы. Может тут еще дело в настройках? Зайдем в экран. Адаптивная регулировка. И попробуем сделать ниже. А тут вообще уже не опускает. Нет, все-таки... Вот так он и есть. Ну что вам сказать. Минимальная яркость хотелось бы, конечно же, пониже. Ну что же. Смотрим дальше. У нас тут на экране кнопки. Тут места, по мнению производителя, им уже не оказалось. Я бы хотел, чтобы они были внизу. Потому что... Так бы полезной площади экрана было бы больше. Ну и тут, я думаю, кнопки можно менять местами. Вот их можно спрятать. Можно достать. Значит, что у нас еще? Тут стоит процессор Helio P23. MT67-63V. И тут вроде бы неплохой видеоускритель стоит. То есть тянуть игры должен... Если брать тяжелый, то на средних точно. Это, конечно, далеко не флагманский процессор. Потому что все-таки это Mediatek. Но мне нравится то, что здесь 16 нанометров. А в паре с такой большой батареей, я думаю, что автономность будет то, что нужно. Так, ну и давайте еще немножко по внешнему виду. Давайте снимем вот эту пленочку. Я постараюсь ее подцепить, да. Так, ну смотрите сами. По-моему, с виду так ничего. Но 100% будет в отпечатках пальцев. Потому лучше всего использовать с ним комплектный силиконовый чехол. Мне нравится, что кладут чехлы в последнее время. Потому что на новые модели нету чехлов. А тут сразу уже такое решение. Это хорошо. Так, ну, само собой, эта пленка залапывается очень сильно. Потому что это пленка. И вот еще один момент. Я добавил сюда отпечаток пальца. Когда включал. Что он показывает? Он срабатывает хорошо. Но задумывается. Если взять Xiaomi бюджетный. Например, Redmi 5, который сейчас у меня на тесте. То он срабатывает гораздо быстрее. Вот. Распознает. Но скорость срабатывания. Скорость разблокировки ниже. Видите? Раз. А он только сейчас. Еще раз. Оп. Думает. Хотя тут 6 гигабайт оперативной памяти. Встроенной памяти у нас тут 64 гигабайта. Можно, конечно, расширить карты памяти на 64, 128 или даже 256. В принципе, я думаю, что этого не нужно делать. Потому что 64 будет достаточно. Камера у нас тут основная. 16 мегапикселей от Samsung. Интерполяция до 21 мегапикселя. Давайте ее сразу и проверим. Сделаем тестовое фото кубика. Звук мне не нравится. Нужно отключать громко. Очень громко. Очень неприятный звук, когда фокусировка происходит. Зачем? Да почему? Ну, знаете, очень даже так ничего. Ну, на первый взгляд. Вот объект хорошо сфокусирован, в принципе. Тут свет нормальный. Не скажу, что света не хватает. Давайте вот еще кристаллы сфоткаем эти. Да, фоткает он неплохо. Вот смотрите, тут даже текст белым. Я вот отсюда не увидел. На фотке я увидел его. И он читабельный даже. Белые буквы на белом фоне. Ну, хорошо. Неплохо. Так, ну и конечно хочется сделать тестовое видео. Что нам покажет видео? Ну, и звук проверяем. Раз, два, три. Раз, два, три. Проверка записи звука. Автофокус прыгает. Это мне уже не очень нравится, если честно. Это выдает то, что камера все-таки не флагманская далеко. Ну, в принципе, фокусируется довольно-таки шустро. Смотрите, раз, два. Раз, два. Так, стоп. Если видео еще так ничего, то звук мне не понравился. Скажу вам честно. И давайте проверим сразу и звук. Так, вот смотрите, тут есть NFC. Мы еще поговорим об этом. Сейчас вернемся к звуку. Звук. Так, ну и посмотрим, какой там рингтон есть у нас. Ну, что сказать. Чудо не произошло. И звук я хвалить тут не буду. Звук тут, можно сказать, даже ниже среднего уровня. Я бы так сказал. Но и не скажу, что очень плохо. То есть, громкость средняя. А вот качество самого динамика, конечно же, будет уступать. Динамик тут один. Вот он. Ну, и микрофончик рядом. Что у нас еще есть тут интересного? Тут есть модуль NFC. Это, конечно, хорошо. То есть, вот его можно включить. И можно платить. Я так понимаю. Конечно же, это все мы проверим. Подвяжем карточку. И попробуем сделать контрольную закупку. Первые впечатления такие. Телефончик красивый. Тяжелый. Толстый. Не скажу, что это критично. И прям в карман вам не влезет. Не создается впечатление, что это такой супер-агарменный кирпич. Вот если на него смотреть. В руках, да, чувствуется, что он тяжеленький. А так, мне нравится то, что тут хороший большой экран. И, в принципе, пользоваться им можно. То есть, 6 дюймов все-таки сейчас в тренде. И рамки у него, в принципе, не такие толстые. Хотя не скажу, что очень тонкие. Вот боковые рамки точно не скажу, что очень тонкие. Ну что же, это была распаковочка смартфончика. Если у вас есть какие-то конкретные вопросы по поводу данного смартфона, то задавайте их в комментариях. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить обзор. И всем спасибо. И пока, друзья.